Милиция и студенты против коррупции. Такой метод борьбы практикуется во многих городах. В этом году к проекту присоединился Челябинск. По мнению стражей порядка, молодежь – самая активная часть населения. Именно поэтому за помощью и обратились к студентам. Здесь только одно средство – консолидация всех сил, общества, всех граждан сознательных. То есть мы в своей работе, конечно, и работаем, и используем оперативные материалы свои, и свои возможности, но без обратной связи этот процесс, он не искоренен. Взятка не решает проблем, только создает. Этот лозунг признан лучшим из 30. Авторы – студентки журфака. Девушки признаются. О коррупции прочитали десятки статей. Правда, в жизни со взятками не сталкивались. Нет, единственное, мы только на первом курсе, в первом семестре, дарили преподавателям перед экзаменами цветы и конфеты. Впрочем, это коррупцией не назовешь. Что же касается реальных цифр, то в этом году было выявлено более тысячи должностных преступлений. Из них 270 случаев – это взятки. Ну, везде, куда ни пойди, в ГАИ коррупция, везде коррупция. Пятерка, допустим. Если изучать дифференцированные, то, например, ну, может быть, три тысячи. Вообще рыбы гниют с головы. Я считаю, что все надо начинать с высших постов. Ну, менталитет не изменишь. Все равно это когда-то в каких-то пределах останется. Студенты готовы и выйти на демонстрацию против взяток. Вот только поддержат ли остальные? Сейчас просто слишком наше общество неактивное, я считаю. Ну, и что оно не может еще, не готово к таким действиям. Ну, или, может, оно хочет отдохнуть, наоборот, после действий, которые вот были в 90-е, когда постоянно эти демонстрации. Пока же молодежь предлагает бороться с амздоимством словом. Так лучшие лозунги будут выставлены на всеобщее обозрение. Плакаты победителей вывесят в челябинских вузах. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...